Вы вообще в курсе, что Люсиен Оливье, автор знаменитого салата, проклинает вас каждый раз, когда вы строгаете очередной тазик? Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Прежде чем я перейду непосредственно к готовке, небольшое лирическое отступление. Итак, откуда, собственно, взялась информация об этом поваре? От Гелировского. Он в своей книге «Москва и москвичи» пишет, что в 60-х годах, понятно, 19 века, золотоглавая получила мощнейший экономический толчок. В нее со всех концов страны хлынули бывшие землеводельцы просаживать выкупные платежи. Если появляется где-то много народу с излишком внезапно появившихся денег, тут же приходит предложение, куда их потратить. Небывалый расцвет ресторанов, трактиров и прочих атрибутов красивой жизни. Гелировский упоминает, что особым шиком считалось, чтобы эти обеды готовил повар-француз Оливье. То есть на тот момент Люсьен был поваром по приглашению. А уже в 1864 году Оливье открывает свой ресторан «Эрмитаж Оливье». То есть можно с достаточной долей уверенности сказать, что именно своему салату Люсьен и обязан небывалым успехом, популярностью у публики, и в том числе финансовым благополучием. Самый ранний из зашедших до нас документально зарегистрированный рецепт обубликован в 1894 году в журнале «Наша пища» под редакцией Игнатьева. Что интересно, этот рецепт был обубликован в книге «Руководство к изучению основ кулинарного искусства» в 1897 году за авторством Пелагеи Павловны Александровой. Они позже поженились, Игнатьев и Александрова. Есть кто не знает, Александрова – это очень авторитетный человек, автор множества книг, преподаватель пищеведения и мясоведения, преподавала в Питере, умерла в 1953 году. Такой, короче, крепкий технолог. Скончался Люсьен Оливье в 1883 году, а уже через четверть века до его салата добрались ручки всяких лучшайзеров. В него стали добавлять кто трюфель, кто поясную икру. Вскоре случилась революция, с трюфелями стало сложно, и сначала из-за рецепта исчезли раковые шейки, затем каперсы заменили зеленым горошком, не иначе ориентируясь на цвет и размер, затем рябчики превратились в курятину, а позже и курицу вообще заменили вареной колбасой. А теперь представьте, каково Люсьену с того света следить за случившейся вакханалией. Его именем называют не его салат, знаменитейший салат. Вообще не поймешь что. Давайте, наконец, попробуем восстановить эстетическую справедливость. Итак, для приготовления настоящего салата Оливье мне понадобится отваренный мудири картошка, свежие огурцы, раки, свежий салат, соус кабуль, оливки, огурцы, каперсы и рябчик. У меня это на самом деле цыпленок корнишон, но давайте так, он притворится, что он рябчик, а вы притворите, что вы ему поверили. Кроме того, для заправки салата понадобится майонез провансаль, я его сегодня приготовлю, соус кабуль, покажу, как его приготовить, и ланспик. Ланспик, если кто не знает, это застывший крепкий мясной бульон. Ну, по сути, холодец, только без мяса. Я покажу, как его готовил. Майонез я приготовлю из растительного масла, яйца, горчицы и винного уксуса. А соус кабуль из томатной пасты, мясного бульона, опять же уксуса и... Короче, список ингредиентов вы сейчас прочитали, да и под роликом тоже будет указан. Для сегодняшнего салата рябчик должен быть поджаренным и остывшим. Поэтому сначала надо его разделить на половинки, а затем пожарить. Схема разделки следующая. Так как мне с птички нужно получить мясо, то спинку вырежу. Она пойдет на какой-нибудь бульон потом. А не, все равно мяса почти нет. А затем вот эту оставшуюся часть ушки располовиню. Кстати, разделанная вот конкретно таким способом птичка отлично себя на гриле чувствует. Сразу посолю и добавлю перца черного. На сковороде надо разогреть масло растительное. Можно было птичку еще и чесноком натереть, но боюсь, что из-за того, что чеснок имеет слишком сильный вкус, в салате это будет лишним. Впрочем, в оригинальном рецепте про приправление цыпленка, рябчика, ничего не сказано. Поэтому фантазируйте на свой вкус. Масло разогрелось, значит, можно начинать, конечно же, шкуркой вниз, чтобы она быстрее зарумянилась. Пока птица обжаривается, расскажу про ланцпек. Его я готовил вчера. Взял половину говяжьего хвоста и говяжью же ножку. Мне ее распилили на рынке. Овощи, лук, морковь. Заложил все в холодную воду. Сразу же положил черный перец и оставил вариться на очень медленном огне, без намека на кипение, на 12 часов. Пену, конечно же, снимал. Затем убрал из кастрюли все кости, мясо, овощи, снял жир, процедил бульон. Так, а теперь стандартный прием для осветления. Нужно вбить сюда сырое яйцо, перемешать и подождать, когда оно все соберет в себя мелкую взвесь. И энергично разбалтываю яйцо. Смотрите, оно все свернулось, яйцо. Я надеюсь, собрало львиную долю всей там мусора, который придает непрозрачность. Сейчас надо процедить. Вот салфетку я проложил, чистенькую, по-хорошему, опять же, процеживаю через бязь, но бязи у меня нет. Пойду кастрюлю. Так вот, я процедил. Недостаточно, конечно, не такой, не настолько он прозрачный, как мне хотелось бы. Все-таки густота есть. Ну, ладно. Ланспик я готовлю, собственно, в первый раз, так что, простите меня. Обязательно, конечно, посолить. Небольшое количество бульона. И все теперь можно разливать по формам, чтобы он застыл. Слой в форму наливать лучше небольшой. Нам же этот ланспик нужен для украшения, чтобы получились небольшие кубики. Ну, вот так. Ну, и в таком состоянии можно оставить в прохладном месте или в холодильнике. В принципе, он и в тепле застынет. Бульон достаточно крепкий. То есть, по сути, вы готовите обычный стандартный холодец. Часть полученного бульона отливаете в форму. Вот вам ланспик. Цыпленка, кстати, в смысле рябчиковая, можно уже переворачивать. Смотрите, какой симпатяга. Теперь, что касается сои-кабуль. Никакого отношения, конечно, сои-кабуль к сои не имеет. Так, в дореволюционные времена наименование соус трансформировалось в соя. Была рыбная соя, грибная соя, мясная соя. По сути, это очень острый винно-томатный соус. Очень пряный. Кетчуп практически. Его я тоже готовил вчера. Взял красный винный уксус 6-ти процентный. Взял бульон из той же кастрюли, где варился ланспик. Взял томатную пасту, лук, острый перец, гвоздику, душистый перец, морковь. Морковь нарубил мелким кубиком, используя спонсорский нож. Лук нарубил так же. А затем все отправил в кастрюльку. Уксус, бульон, томатную пасту, овощи и набор пряностей. И теперь варим до того момента, пока овощи не станут мягкими. А вот когда овощи сварились, надо удалить перец, а содержимое кастрюли блендировать. Теперь остается его упаривать до желаемой густоты и выправлять на вкус, добавляя соль, сахар, может быть, еще перца. Готовый соус можно разложить в стерилизованные банки и хранить до полугода. По сути, острый, уксусно-тайкот, кислый, пряный, томатный соус. Для майонеза я возьму примерно 200 мл рафинированного оливкового масла, добавлю 50 мл нерафинированного экстра-вёрджин, яйцо, полторы чайных ложки острой горчицы, щепотку соли и быстро взобью погруженным блендером. Самое главное, венчик от дна не отрывать, по крайней мере, первое время. Вот просто придавить яйцо и горчицу крыльчаткой и жужжать. А уж когда эмульсия вовсю из-под крыльчатки ползёт, вот тогда можно понемногу приподнимать. Совсем понемногу. Чуть приподнял, подсосал с порцайка масла и опять придавил. Пусть взбивается. Только в самом конце можно действовать более энергично. А теперь уксус. Ложки 2, наверное, столовых для начала. Уксус сделает майонез более жидким. А вот масло, как-то не странно, более густым. Так. И взбивать. Пока всё демонстрировал, у меня и птичка пожарилась. Её надо остудить, снять мясо с косточек и нарезать. Картошка уже отварена, так что у меня небольшой перерыв, а у вас любование видами Коста-Бланки. И пока вылетали птичками в небе, я успел очистить, нарезать картошку, очистить шкурку с огурца и тоже нарезать. Так что мне остаётся только настрогать мясо птички. Ну, примерно как-то так. Я думаю, будет нормально. И смешиваю всё. Аккуратно. Птичка, огурцы и картофель. Теперь оливки и каперсы. Вот так. Перемешать. Ну, и для заправки я смешаю китченес от самого Люсьена Оливье. Майонез провансель и соя кабуль. Старательно. Вы-то, наверное, думали, что китченес ваше изобретение. А вот нет. Ему, по крайней мере, 160 лет. Хотя, наверняка, больше. Можно заправлять салат. Щедро эдак. И перемешать как следует. Для украшения понадобится почистить вот этих красавцев. они у меня, к сожалению, мелковатые, но какие есть. Можно оформлять подачу. Для этого, конечно, требуется хрустальная салатница, но у меня ее нет. Буду походиться тем, что есть. Нищеброд. Несколько листочков салата. И сюда же эту красотень. А ланспик надо нарезать мелкими кубиками. Как-то так. И завершающие штрихи украшения ланспик и раковые шейки. Вот он, оригинальнейший салат оливье. Ну, почти оригинальнейший. Рябчики к нам не залетают. Еще, конечно же, можно ли красы добавить перепелиных яичек. Можно помидорок черри. Но это уже будет оригинальный салат оливье с лучшайзерами. Вот такой экскурс в историю кулинарного искусства у меня сегодня получился. Что же касается вкуса. Так, что тут у меня? Давайте, наверное, сначала без украшательств возьмем. Вот такую порцайку. Это вкусный салат, безусловно. Но я не могу сказать, что он вкуснее, чем привычный аж советский оливье. Или невкуснее. Нет, он просто другой. В привычном советском оливье для меня наверное основным вкусом является вкус маринованных огурчиков в сочетании как раз таки со вкусом мулинеза. Здесь огурцы свежие, поэтому они не создают яркости. Но здесь есть каперсы, которые по-своему хороши. То есть это да, вкус тоже маринованный, но не маринованных огурцов. что касается раковых шеек, то может быть в силу того, что они у меня слишком маленькие здесь, а может быть просто потому, что раковые шейки, ну я не любитель раков, я не могу сказать, что это что-то прям вот совсем безумно безумно вкусное. Безусловно, салат стоит того, чтобы его приготовить. Ланспик придает какую-то легкость что ли этому блюду. то есть вместо крахмаристой тяжелой картошки, он ну как как холодец, как заливное, то есть вот бульон расходится, то есть консистенция хороша, безусловно. В общем, смотрите, я думаю, что хотя бы один раз стоит приготовить этот салат, чтобы представлять себе, что имел ввиду тот самый Люсенове Льве и во что превратили его сегодняшнее детище. Тоже безусловно вкусное, но абсолютно не похоже на то, что было. На сегодня это все. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Отдельная благодарность спонсору за предоставленные ножи. Вам огромное спасибо, что вы со мной, что вы смотрите, что ставите лайки, дизлайки и репосты, и да, что криктикуете меня, это тоже правильно. Огромное спасибо за компанию. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова